Уникальная у нас возможность прямо сейчас. Переносимся в Северную Македонию с копией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на прямой связи. Мария Владимировна, здравствуйте. Знаю, что заседание началось. Спасибо огромное, что вышли буквально из зала уделить нам внимание. Ну, рассказывайте, что это за бред устроила Болгария? Как вы добрались? Как вы об этом узнали? Вообще, что это все за чушь? Оля, добрый день. Спасибо вам за внимание к нам. Но эта история точно не про меня. Буквально в 20-30 метрах от меня, я действительно вышла из зала заседания Совета министров ОБСЕ, начался тот самый СМИД этой организации, который, собственно, сейчас и должен заниматься вопросами безопасности и сотрудничества. Ведь что такое ОБСЕ? Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вы не поверите или не поверили бы, если бы вы не видели, но я думаю, что у вас эти кадры были. Но я расскажу аудитории о том, что начало заседания стартовало с демонстрации видеоролика, такого небольшого видеоприветствия всем членам стран ОБСЕ с главным посылом от нынешнего председательства. Как вы думаете, в чём этот самый посыл заключается? В необходимости объединения и сотрудничестве. Вот представляете, организация, которая должна заниматься безопасностью и сотрудничеством, и которая на всех площадках и на всех уровнях говорит о необходимости консолидации, то есть это основная её задача, к сожалению, за последние годы, за последние два года демонстрирует полную неспособность объединиться даже для проведения вот таких важных мероприятий, как Совет министров иностранных дел. Я ещё раз подчеркну, всё, что устроили некие силы в Болгарии, абсолютно я не хочу говорить о том, что это Болгария вся, тем более болгарский народ. Это определённые силы в Болгарии в отношении пролётных документов для российской делегации. Это история не пара одного конкретного человека, это история-индикатор того, что происходит. Вместо объединения, вместо консолидации усилий, вместо выполнения всего того функционала, который прописан, прописан буквально во всех документах ОБСЕ, отдельные страны, которые являются прямыми проводниками воли Соединённых Штатов Америки и вот этого натовского мерка, занимаются кознями в отношении тех, кого они считают неугодными или себе не подчинившимися. Теперь в деталях. Как вы понимаете, нужно добраться до Македонии, пролетая над несколькими странами. Как это было неоднократно за последние два года, российской делегации не удавалось принять участие в ряде международных мероприятий, в том числе по линии Организации объединённых наций, только потому, что не давались пролётные документы. Почему они не давались? Потому что специальный лётный отряд компании «Россия» попал тоже под санкции. Это санкции и в отношении самолётов, и в отношении компаний, и в отношении персональной санкции, в отношении, в частности, министра иностранных дел России, в данном случае и меня. Но вопрос в том, что в этом году, после, видимо, очень долгих раздумий, ну и потому что уже ситуация на земле говорит сама за себя, находясь в полном кризисе своей идеологии и заложниками своей идеологии, всё-таки там где-то в недрах НАТО и ЕС родилась здравая, одна здравая идея, всё-таки не чинить глобальных препятствий для участия российской делегации в СМИДе ОБСЕ. Но они же не могут обойтись полностью без каких-то гадостей и подлядок. И вот буквально в последний момент мы получаем ноту Министерства иностранных дел Белгарии, в котором говорится буквально так, как вы и передали. Самолёту лететь можно, а Марии Захаровой находиться внутри самолёта нельзя. Это абсолютный прецедент, я таких историй не знаю. Чикагская конвенция, которая регулирует перемещение самолётов, трактует понятие территории как землю и воду. Это не относится к воздушному пространству, где самолёт проходит транзитно через территорию государства. Такие меры никогда, по крайней мере, я никогда не слышал, чтобы применялись. Но ещё раз, вот в таком глупом свете некие люди в Болгарии, а нам сказали, что это достаточно на высоком уровне принималось это решение, подставили и свою страну, и свой народ. Но, собственно говоря, тема выступления Сергея Викторовича Лаврова сегодня, она как раз и будет посвящена кризису и организации ОБСЕ, и, в принципе, кризису безопасности и сотрудничества в Европе. Причина, очевидно, желание определённой страны, Соединённых Штатов Америки, сделать всё для того, чтобы не допустить нормального хода сотрудничества и выстраивания коллективной безопасности на европейском континенте. Почему? Они не выносят конкуренции. Они могут жить только в условиях управляемого хаоса. Они забыли, что они уже давно даже хаосом управлять не в состоянии. Мария, что касается кулуаров, как обстановочка? Есть ли те, кто носом вертит? Я имею в виду, Демарш сразу четырёх государств. Стало известно, что прибалты и украинцы не приедут, если приедет Лавров. Ну, поляки в последний момент тоже присоединились. То есть пять стран, узнав, что вы там, остались дома. Чувствуете это? Вот, Оля, я прошу прощения, но вообще какая-то ситуация немного похожа на хоккей. Я небольшой специалист, но я знаю, что есть пятёрки, правильно же? Я ничего не путаю, да, хоккейные пятёрки. И вот это та самая хоккейная антипятёрка, не четвёрка, а именно антипятёрка, которая образовалась в виде Украины. Но давайте не будем называть Украины. Киевский режим, кулебище, три прибалтийские государства. И вот буквально в эти минуты последовало заявление от властей в Варшаве, в Польше, что они тоже присоединяются, как они говорят, я не знаю, там, бойкоту, к чему-то там. То есть они не будут участвовать. Вот такая пятёрка. Почему я говорю хоккейная? Вы не поверите, но так совпало. Сергеевич Лавров выступает на Совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая легенда номер 17, которая будет противостоять вот этому псевдо-бойкоту со стороны агрессивно настроенной пятёрки. Но если говорить серьёзно и уже переходить на дипломатический язык, то я вам хочу сказать, что это самообличение. Вот они, те, кто и мутил воду внутри ОБСЕ, внутри Европейского Союза, вообще на европейском пространстве, они обозначили себя. Вот именно они. Почему? Так потому что за ними и стоит англосаксонский дуэт. Потому что и США, и Британия напрямую управляют и прибалтийскими странами, и киевским режимом. Ну, о связях с Польшей вы сами прекрасно знаете. Ведь поймите, сегодня есть о чём поговорить. Мягко говоря. Вот сегодня нужно обсуждать действительно будущее европейского континента. Он находится в глубочайшем кризисе. Западная Европа, вот эта самая старая Европа, эта самая часть новых, младо-ЕСовцев, она находится в глубочайшем кризисе, куда их подтолкнули Соединённые Штаты Америки. Это обрушение экономик, это колоссальное внутреннее гражданское противостояние, это отсутствие каких-либо прочных основ, идеологических, философских и так далее. Это полный коллапс, это отсутствие внутреннего единства, это единство поневолея, которое организовано Соединёнными Штатами. Но, наверное, есть что обсудить. И вот в этом самом моменте историческом, вместо того, чтобы сесть за стол и начать обсуждение реальных же проблем, они занимаются глупыми демаршами, глупостями в виде запретов на пролёт конкретных людей над конкретными странами. И вот этой жуткой вознёй, глобальные проблемы на повестке, есть о чём договариваться и есть о чём говорить. Потому что, мне кажется, уже все видят и экономические результаты, и политические результаты вот этого страшной махинации, которую натовцы затеяли на нашем континенте. Но, мне кажется, это лучше говорит, нежели какие-либо слова самообличения вот этой вот пятёрки. Там же ещё где-то недалеко от вас Блинкен должен находиться или появиться в какой-то момент. Запланированы ли переговоры? Есть ли вообще какой-то график по двусторонкам? Есть ли государства, которые запросили встречу с Савровым? Есть график. Давайте не будем говорить сейчас ни о Блинкене, ни обо всём, что там происходит с той стороны. Давайте будем говорить о российской делегации. У нас есть график переговоров. У Сергея Викторовича насыщенная повестка. Это и двусторонние переговоры с целым рядом коллег. Это и контакты на полях СМИДа. График насыщенный. Завтра с утра планируется большая пресс-конференция. Кстати говоря, без какой-либо сегрегации. Вы же помните, как не пускали российских журналистов, ваших коллег, наших общих коллег на пресс-конференции. То тут, то там не давали аккредитации, отнимали и так далее. Этого ничего не будет. Мы открыты. Сергей Викторович Лавров проведёт пресс-конференцию здесь, в Скопье, на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ, без какой-либо сегрегации. Это не его метод и ответит на все вопросы. Поэтому повестка насыщенная, и работа вот уже началась и сейчас ведётся.